19 сентября в Архангельской области отмечается День краеведческих знаний. 19 сентября 2024 года Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова приняла участие в областной акции «День краеведческих знаний». Состоялась встреча читателей с интересным творческим человеком – Архангелогородкой Людмилой Николаевной Мининой. Ветеран здравоохранения, выйдя на заслуженный отдых, продолжает придерживаться активной жизненной позиции. Она – член Архангельского общества изучения русского севера, собирательница своей родословной, мастер на все руки. Занимается лоскутным шитьем, валянием, сочиняет стихи и басни. Происхождение мое, наверное, крестьянско-рабочее будет сказать правильно, потому что все мои предки родились в разных районах нашей Архангельской области. Но так получилось, что они все приехали сюда и здесь создали свои семьи. Вот это родители моего отца, бабушка и дедушка. Дедушка – фельдшер по образованию был. И, наверное, мне передались его гены, потому что я была единственным медиком среди всей нашей войны. Он прошел через всю Великую Отечественную войну, вышел после Дня Победы старшим лейтенантом медицинской службы и проживал остатки своей жизни в Холмогорском районе, в деревне Собино, и работал там фельдшером. Значит, бабушка, его жена Мария Михайловна, всю жизнь проработала поваром в детском садике. А вот это родители бабушки. Значит, дедушка, он когда приехал из Занежского района, он был моряком, на тральщиках. Он тоже был участником Великой Отечественной войны. И, к сожалению, в 43-м году был, можно ли так сказать, репрессирован на войне. Он погиб, но в 98-м году получил полную реабилитацию, оказалось, что был ложный донос. Бабушка Ираида Яковлевна, значит, она была портнихой, очень известной в городе портнихой. И даже сшила платье известному хору Колокиловой. А мы, кстати сказать, с сестрой ходили в обносках. Потому что не в обносках, а в обрезках. Потому что бабушка приносила эти обрезки домой, а отец мой был на все руки мастер. Он нам шил красивые платья. Вот, кстати, вот это я, если что. И вот платье, которое сшил нам с сестрой мой отец. Вот. Так что и мои родители, и это уже наша семья. Отец мой, значит, добровольцем убежал на фронт, потому что не хватало годиков. Но ему нужно было обязательно защищать родину, поэтому он убежал. И попал уже в наступление. Его военный путь начался с Бреста. Он прошагал через всю Европу. В книжке, которую я вам представляю, последнее стихотворение посвящено моему отцу. И до 50-го года он был в Горбине. А мама тоже каким-то образом была причастна к освобождению, потому что она работала в ледкой части секретарем, машинисткой. Но зажигалки, салки, сапу, нынешняя вода она тоже скидывала. И вот когда он вернулся из Берлина, они поженились. И так начался наш путь, в общем-то, в городе Аркангельске. Поэтому я аркангелл коротко в третьем поколении. Можно? Угу. Так. Ну, училась я в 21-й школе. Тогда она только-только начинала быть школой с английским уклоном. До этого она была просто политехнической школой. А во время войны она была госпиталем. Ну, и прошла, конечно, я во время обучения в школе все стадии, которые проходили, все тогда. Октябренок, пионерка, комсомолка. Хочу сказать, что я активную позицию это всегда как бы соблюдала и была комсоргом в классе. А потом, когда вышла уже в рабочий класс, скажем так, была и секретарем комсомольской организации в 4-й больнице, и секретарем партийной организации в детской стоматологии. И потом, когда все это стало распадаться председателем профсоюзного комитета, то есть мне всегда было до чего-то дело. Вот. Как-то так. Ну, после того, как я... После того, как я... А, ну, давайте еще вот тут скажу. Отец мой, Николай Алексеевич, он очень хотел сына. Старшая сестра моя девочка. И он так мечтал о том, чтобы у него родился сын. Но не случилось. Опять девчонка. И, наверное, он меня воспитывал, я думаю, что попорничек. Потому что я была такая... Девчонка-то разбойная. Вот. Если было дерево, мне надо было на него залезть обязательно. Это все деревья в округе были оползаны. Если я увидела лошадь, ну, как на ней не покататься? Обязательно надо было покататься на лошади. Если я увидела порошок, на нем надо было обязательно куда-то тоже спуститься. Вот. Но однажды в школу, когда я училась, наверное, в шестом и в пятом, пришел тренер и сказал, кто хочет заниматься конькобежным спортом. А я даже стоять на коньках не умела. И коньков у меня отродясь не было. Но записалась одной из первых, что хочу. Но в результате, значит, очень много лет я занималась конькобежным спортом. Вот видите, здесь второе место даже у меня где-то что-то получено. Я была в сборной области, ездила на всевозможные соревнования. Объездила, наверное, всю страну с соревнованиями. Но особых-то таких успехов, конечно, не было. Но вот пятое место на северо-западе России у меня было. Я хотела стать врачом, потому что мама как-то достала мое сочинение, которое было написано в классе в четвертом. И там было написано, я буду врачом. И почему-то я была врачом ухо-гурло-нос в том сочинении. Но так получилось, что моя подружка поступала на стоматологический факультет. И, кстати сказать, там и конкурс был поменьше немножечко. Поэтому я тоже пошла туда на стоматологический факультет. Закончила его и ни разу не пожалела. Я очень любила свою профессию. Мне очень нравилось. Вот я работала сначала на фактории, потом работала в четвертой больнице. Ездила в ОНИЕГУ по распределению. Но основная моя трудовая жизнь прошла в детской стоматологической поликлинике. Это 24 года. Помимо этого еще кое-где работала. 24 года я проработала там. Сначала на детском приеме, потом меня сделали семейным врачом. Я очень много занималась не только лечением. Мне было все интересно. Я стала проводить исследовательскую работу. Значит, что? Писала статьи. Участвовала в научно-практических конференциях. Проводила, значит, разные такие вот исследования. И кроме этого, участвовала в конкурсах. И вот однажды я решила, что я поучаствую в конкурсе на лучшего врача города Ангельска. И получила, значит, диплом победителя. Так что было у меня такое звание. Любовь Никоновна правда сказала про меня. Я внедрила в нашей поликлинике, а, наверное, благодаря статье и в городе, работу в четыре руки. Вот посмотрите на нижнюю фотографию. Значит, я работаю с ассистентом. Тогда никто так не работал, потому что это и эргономично было. И, кроме того, спина врача не так сильно уставала. Благодаря этому мы не инвалидами стали. Ну и когда с помощником, это все большее качество имело. И пациентам тоже очень нравилось. Не надо там плевать было, латать и все прочее. Вот эта статья у меня была написана. И я занималась. Но сначала ассистента мне, конечно, никто не дал. А дочка моя училась тоже на стоматолога. Она пошла по моим стопам. И вот однажды она пришла и сказала, мама, я буду работать и зарабатывать деньги. Я устроилась в ларек, который продает пиво и сигареты в ночное время. Я ночью не спала, но как Скарли Тохара сказала, я подумаю об этом завтра. Утром я встала с твердым намерением предотвратить этот кошмар. Я сказала, знаешь, я буду тебе платить зарплату, ту, которую тебе там платят, но ты будешь моим ассистентом. И я привела ее. Она после института по-честному отрабатывала, смотрела, как я работаю. Значит, я тут ее, конечно, и критиковала, и всякое разное. Но пришел главный врач, увидел и сказал, что вы тут делаете. Мы говорим, мы тут осваиваем работу в четыре руки. Он говорит, так надо тогда и в других кабинетах это внедрить. И все подружки моей дочери по кабинетам разошлись. Они работали бесплатно, потому что не все были такие щедрые, как мамка дочери. Ну, в общем, вот таким вот образом как-то все и происходило. Вот почему. А вот моя семья. Мы тоже разрослись. Значит, здесь у меня дочка старшая, Ирочка. Наверное, я сейчас тенью какой-нибудь. Да? Вот. Ее семья. Две внучки. Старшая уже взрослая совсем. Эта фотография не совсем свежая. Старшая уже взрослая совсем. Она закончила сейчас. Я сейчас пошла на четвертый курс в Политехническом институте в Питере. Она будет математиком, не хочет заниматься стоматологией. А там вот слева или справа от вас получается... Слева. Слева, да? А слева моя младшая внучка. Внучка младшая. Настенька. Она в 11 классе и тоже собирается быть физиком. И тоже ее стоматологии никаким образом не приезжают. В центре наверху с маленькой собачкой. Это мой сын Максим. Он строитель, но художник. Он занимался в свое время в студии Сверчкова. Очень любит рисовать. Очень много всяких разных объектов в городе, которые были им разрисованы. Это и М33, и Титан Арена, и всевозможные кафешки и прочее. Но мне это больше всего нравится. Знаете, какой рисунок, который находится в грядке? Это возъезд на площади Ленина, кафе Грядка. И там пожилые мужчины и женщины соприкасаются друг к другу в поцелуях. Мне так это нравится. Это настолько трогательно. Даже если вы не хотите ничего там купить, просто зайдите посмотреть. Потому что это прекрасный такой рисунок, который я просто люблю. И когда я надумала напечатать свои стихи, я ему позвонила. Он живет в Рязани, работает в Москве. Так что, как говорится, очень сложная связь, я сказала, сынок. А я бы хотела иллюстрированную книгу. И он мне сказал, вообще не вопрос, мамочка. И через две недели у меня на столе по почте лежали присланные его рисунки. Картинки, вот в моей книжке, которую я написала. У сына тоже два сына. У дочки две дочки, а у сына два сына. Вот внизу сидит мой любимый внучок Никитушка. Он сегодня здесь присутствует. Подойди, пожалуйста, ко мне. Болею судьбы получилось так. Болею судьбы получилось так, что мы с ним живем вдвоем. Я его воспитываю, вот уже девятый год. Ну, это особая история. Я его очень люблю, потому что он моя оплора и поддержка. Он всегда мне помогает во всем. Всегда меня во всем поддерживает. И сегодня он готов меня поддержать. Он, наверное, хочет сказать пару слов про бабушку. Да? Хорошо. Он в одиннадцатом классе учится. Кстати, знает в совершенстве английский язык. И собирается идти вот в эту сторону. На самом деле я не сильно многословный человек, но все время, что я жил с бабушкой, я думал, что это неугомонный на самом деле человек. Я не видел практически ни разу, как бабушка один какой-то день в своей жизни полностью лежала и ничего не сделала, либо по дому, либо по своей работе. И так посмотрев, после того, как она вышла на пенсию, я очень рад, что нашла себе какое-то занятие, которому она может полностью посвятить себе свое свободное от работы теперь уже на пенсии время. Ну, и наверху рядом, значит, у мамы на руках, мой младший внучок Семушка, но он уже теперь не такой маленький, ему уже 9 лет, он кадет. Так что там вот, наверное, будет военное что-то такое военно-морское. Ну, а я выйдя на пенсию, куда-то должна была себя деть. Я хочу сказать, что я очень плохо вышла на пенсию. Не собиралась ни одного дня, но пришел ковид, и скоро я тоже не такая здоровая, как, ну, согласно возрасту, да, вот. Вот я решила не рисковать и решила заняться дома, чем-нибудь, вот. Но уже давненько я занималась сбором информации о моих предках, да, как вы уже видели, по первым фотографиям у меня книга пишется, я ее написала уже в достаточно большом объеме, но мне не хватало знаний. И вот однажды так случилось, что судьба свела меня с Галиной Николаевной Жариновой, которая на базе, значит, музея Блотникова с городом Владу, куда я записалась, чтобы мне было веселее жить, вот. Вот она нам читала про то, как составляется родословная пелия. И я смекнула, думаю, о, она мне сейчас расскажет, я тут это к своей книжечке, значит, припишу, все это сделаю, и будет все прекрасно. И я пришла к ней на занятия. И настолько втянулась в это дело, потому что это оказалось настолько интересно, краеведение, это так замечательно, это так интересно, это так серьезно, что книжка даже у меня отложена немножко в сторону, а я занимаюсь изучением истории нашего края. Очень интересно. Я думаю, что Галина Николаевна лучше нам расскажет об этом обществе. Да? Хотя бы несколько слов. Себя туда входите. Да, конечно. Ну, давайте. Потому что это очень серьезное, очень замечательное общество, и очень дружное, надо сказать, благодаря нашей любимой председателю Галины Николаевне Жариной. И вот я все поставила. Спасибо большое за хорошую оценку. Наше общество создано пять лет назад, в пятый год уже мы работаем, и впервые эта организация, Архангельское общество изучения Русского Севера, была создана в 1908 году. Она просуществовала 10 лет, 11 лет просуществовало то издание, которое они выпускали, известия Архангельского Севера. Но мы не являемся продолжателями. У нас совсем другая организация, и смысл нашей деятельности другой. Если первое общество, которое было открыто в 1908 году под председательством Александра Федоровича Шедловского, оно основной своей задачей и целью имело улучшить жизнь людей на Севере и создать условия достойного проживания. То есть Ярославская железнодорога построена была, и различные экспедиции исследовательские были в Арктику и так далее. То есть работы было очень много. То общество, которое у нас, оно имеет совсем другие цели. Оно имеет своей основной целью изучение Русского Севера и помощь людям в этом изучении, в краеведении. Ну а так как у нас у каждого есть своя семья, есть свой род, и вот изучать род, свою семью интересно очень, потому что любая семья не может быть вне истории страны, вне истории России. Поэтому мы историки, мы краеведы, мы изучаем историю страны через свою семью. И очень интересно, что вот эта деятельность, она у нас ведется, эта комиссия, у нас несколько комиссий, эта комиссия работает наиболее активно, и Людмила Николаевна активный член нашей генеалогической комиссии. Сразу маленькая реклама. Мы собираемся по понедельникам, каждый понедельник в 17.30. У нас сейчас есть свой отдельный офис. В ВКонтакте есть Архангельское общество изучения Русского Севера, группа ВКонтакте. Можно зайти, посмотреть, и вся информация о нашей организации там есть. Добро пожаловать. Коротко. Спасибо. А если вы не смотрите, то мы... Посмотрите, пожалуйста, билет. Вот такой билет члена, действительного члена Архангельского общества изучения Русского Севера. Он был во времена Песахова. Галина Николаевна, как бы сказать, восстановила, да? И у нас теперь у всех такие членские билеты. Благодаря тому, что я стала посещать вот эти занятия, а там действительно занятия, там очень много интересного рассказывается, мне удалось найти могилу моего дедушки. Я побывала в этом году на его могилке. Это была несбыточная, казалось бы, мечта. Я побывала в деревне, в которой он жил, познакомилась там с людьми. А я хочу сказать, что надо очень торопиться, собирать вот эти сведения, потому что посмотрела в интернете, было 18 человек год назад, а сегодня уже 12 из местных жителей, которые его помнят. Но, кстати, они его помнят. Они собрались, они очень тепло меня встретили. Они подтвердили мне, что фотография, которая у меня есть, это действительно мой дедушка. Больше того, они сказали, что я очень на него похожа, до чего-то обнимали, доцеловали. Это такое теплое какое-то воспоминание осталось в моем сердце, что мне очень это было важно. Но чем я только не занимаюсь. Мне все интересно. Когда была пандемия, совсем-то уж такая жесткая пандемия, я занималась лоскутным шитьем очень много. Вот это все – одеяло, лоскутное. Это тоже очень интересно. Я нигде не училась, я просто так, от себя, как говорится. Но когда из розовых кусочков ткани появляется вдруг узор, это очень радует. Я примерно 5 дня шлю в год, но не продаю ничего, все раздариваю. Так что вот так вот. А куклы, если вы заметили, это ретро-игрушки елочной ватны. Однажды на какой-то ярмарке я увидела мальчика, ну вот примерно такого, как правый сверху. Я увидела мальчика, и стоил он 4 тысячи рублей. Я сказала, я так хочу такого мальчика, но купить за 4 тысячи рублей одну елочную игрушку – это как-то круто. И я залезла в интернет. Там ничего не надо делать. Вернее, делать надо, но там ничего не надо особенно покупать. Слушайте, проволока, вата, клейстер, крахмал, ну, крахмальный клейстер и акварельные краски. И получается красота. И я решила попробовать, и вот это мой первый блин. Надеюсь, никому на Новый год все мои друзья получили подарки. Кстати, сказать, себестоимость у них невелика. Если делать одну игрушку, она, конечно, получается дорого, потому что здесь еще из длины сделаны эти ричики. А если делать вот как у меня 12, они получаются вообще копеечными. Так что, может быть, я еще раз возьмусь и сделаю вот это. Самое главное – начать и пробовать. Ведь без дела-то чего сидит? Неинтересно. Освоила я и валяне. Вот здесь ворона. Это первая валеная моя работа. Но это такая же техника, как валенки делать. Кстати, валенки я тоже умею делать в принципе, но никогда не делала, потому что без надобности. Очень трудно подобрать размер, потому что шерсть скатывается в такой размер, какой ему надо. А вот в центре – это шапки, шапки банные. Я такие тоже валяла в подарки на Новый год своим друзьям. Ну и, конечно, медвежонок. Это моя гордость. Это я ходила на мастер-класс, потому что мне очень хотелось шить такого медвежонка. Ну и всякие разные техники. А это уже знаете для чего картинка? Просто сказать, что я ведь не забываю о домашних делах. Я варю, готовлю, пеку и все прочее. Это тоже никто не отнимал. Я веду и сейчас активную образ жизни про парашют. Вот я уже сказала, в этом году я побывала на фестивале в Кеннижском районе, это в Кеннижских пещерах. Надо было туда тоже сползать, правда? Я занимаюсь скандинавской ходьбой, хожу в бассейн регулярно и на лыжах. Кстати сказать, организовала, ну так, эхидно немножко скажу, организовала общество пенсионеров нашего подъезда по лыжным пробилкам. Мы ходим к швейной фабрике. Раньше мы ездили на стадион, я очень люблю кататься с гор на перепаде, в сеченой местности у меня есть. Даже разряд по лыжному спорту. Но сейчас в связи с тем, что возраст уже такой, стараюсь все-таки по прямой. Поэтому вот мы ходим с моими сочетками, бабушками, тетеньками, женщинами в интересном возрасте, ходим и два-три раза в неделю на лыжах. Ну и, конечно, дача. Откуда без нынки? Даче я посвятила, наверное, лет 40 своей жизни. Вот это огород, который справа внизу, луг, который я вырастила. Это фотография малины в этом году. Малины было очень много и в прошлом, но в этом году. Ну и, конечно, цветы. Я очень люблю цветы. Наверное, у меня более 500 всевозможных сортов всяких разных ливейников, лилий. А чего только нет, все не буду перечислять. Но на огороде, вы сами видите, все растет, все благоухает. Особенно в этом году урожаи были прекрасные, потому что погода была замечательная. Вот занимаюсь еще и дачными делами. Так что на все руки от стуки. Стихи. Как вы уже поняли, стихи – это не самое главное и не единственное в моей жизни. Просто иногда, когда-нибудь, вдруг что-то влетается в строчке. Я никогда не думала, что я издам книжку, что их убедит свет. Просто написала, и все. Но Господь нагородил меня хорошей памятью, и они у меня в голове-то хранились всегда. И так получилось, что нет-нет, да и где-нибудь я их прочитаю. Особенно, когда внуки у меня пошли в школу, надо участвовать в конкурсах. Вот, давай, бабушка, мы твои стихи почитаем, ну, давайте, почитайте. И как-то так они распространились. У меня другие школы стали просить стихи для того, чтобы в некоторых школах даже какие-то сценарии создавали. И все просят, напиши нам, напиши нам. Ну, надоело писать. Я решила, ну, купите книжку и читайте на стороне. Вот так что. А вот басни. Я пишу не только стихи, но и басни. А вот к басням, значит, здесь иллюстрации моего сына. Давайте тогда перейдем. Вот раз у меня вверху басня про лисицу, давайте я вам ее и прочитаю. Да, извините, я в одну вытечки. Была лисица, шубка новая к лису, и рыжий хвост так весело пушился. Осталось выгодно пойти к лису, чтобы растекать всю жизнь по заграницам. И чтобы улучшить благосостояние, она царю зверей назначила свидание. Лев был влюблен и был готов жениться, но в их роман вмешалась левица. И, проводив лисицу до дверей, сказала, мол, в лесу полно других зверей. Кому же с левицей ссорится охота? Леса помчалась к мэр, к гемоту. И так, и сяк, она его ласкала, хвостом пред ним дорожки подметала, но толстокожим оказался гемот. Спровадил он лисицу до ворота. Ну что ж, подумала Леса, пусть будет волк. Он в бизнесе, похоже, знает волк. Уж как могла она при нем стелилась, в пыли каталась, и волочком кружилась, и щедро шубкой терлась об оках. И волк ее терпел, пока она не заикнулась про награду. Тогда он ряпкнул. Мне б б.у. Не надо. А между тем в лесу молва прошла, что наша риска по рукам пошла, и нынче докатилась до осла. А все был глуп. Жилище просто срам, да и к тому же беден и упрям. Пришлось лисице у него остаться, но сколько ж можно по лесам скитаться? Каков итог? Потрепано шубенько, а за душой как прежно? Никак не читала. В тех встречах, которые я проводила, еще басня очень всем понравилась про комара. Давайте я расскажу про комара. Кстати, тоже картинка есть. Что ж, мухе повезло, как ни крути, комар, герой, признался ей в любви. Весь день она пред зеркалом вертелась, завела кудри празднично, оделась и, прикрепив ажурную фату, помчалась на свидание в жилье. Летела быстро крыльями махая, и ничего вокруг не замечая, вдруг угодила в пауки, к пауку. От страха то бледнее, то краснее она кричала искренне, надеясь, вот-вот герой влюбленный прилетит, и сабрию взмахнув, ее освободит. Но вот у комара была своя мораль. Он думал, спешно вылетев в окно. Невесту, безусловно, очень жаль, но жизнь одна, а мокру он, а у вновь. С Чуковским был комар, не жадно. Ну, еще одну басеньку, наверное, хватит с баснекой, да? Давайте я вам про свинью расскажу. Как можешь ты терпеть такие беспорядки? В хлеву свинья прохрюкала лошадка. Тебя всех прав бессовестно лишают, лишь рассветет, так сразу запрягают, и целый день таскаешь ты телегу, недолго так скопытится до веку, а получаешь за свои труды охапку сена до ведра воды. Вот жизнь моя совсем другое дело. Я ем и сплю, пока не надоело. Лохань всегда вкуснятина и полна, и ничего я делать не должна. А если захочу, так в лужи развалюсь и кверху, повернув свое свиное рыло, взирая на небесное светило, мечтаю, как потом опять нажрусь. Лошадка ничего я не сказала, лишь только покачала головой. В хлеву она свинья немало повидала и знала, что их кормят на неделю, чтобы получили в земле побольше сала. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну давайте, побеседила, теперь немножко грустно. У меня есть такое стихотворение. Я хочу сказать, что я все время ходила, участвовала в шефстве бессмертного полка. Это было святое, кстати, бунтёк мой тоже всегда ходил, и вся наша семья всегда ходила, у нас портреты. И вот в один прекрасный день, когда начались события пандемические, бессмертный полк очень отменили. Мы, конечно, отправили фотографию своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне в интернет. И нам даже пришло такое сообщение, что в 3 часа 15 минут открывайте и смотрите. Но хотелось как-то что-то. И я сидела, смотрела на эти портреты, плакала и сочинила стишок. Стихотворение, стихотворение про войну. В землянке, у печурки фронтовой, бойцы о жизни тихо говорили, о пророденной дороге боевой, о хлебе, о погоде и о мире. Один среди них был очень молодой, кудрели женька завелась над луком, взгляд синих глаз открытый и простой, и сразу видно порох и медуха. Рассказы старших слушал увлечённо, устроясь в уголочке на салон. Вдруг покраснел и произнес смещённо. А я всё время думаю о дому. Ведь у меня недавно дочка родилась, жена вот пишет на меня похожую, я даже не видал её пока. Но нет мне, братцы, никого дороже. Греб написала мне письмо, моя родная маленькая крошка, и из кармана он достал листок. На нём чернилом обведённая ладошка. Вот кончится война, вернусь домой. Слова прервали звуки канонады, и с криками «Ура!» бойцы рванулись в бой суровый, страшный был под Сталинградом. И молодой быстрее всех бежал, строчил, что было силы из автомата, и каждую минуту понимал, что должен прочь прогнать фашистских гадов. В тот день победно взяли высоту, но на холмах снарядами изрытых нашли бойца, лежащим на снегу средь множества других. Битва. В груди он крепко руку прижимал, вернёлся он к вам письма немножко. Последний, как мог он защищать, свалило ему детскую подушку. Стихи, я ещё раз говорю, что они какие-то у меня, знаете, не тематические. Вот когда что пришло. Я же провела своё детство в деревянном доме. Дом этот, Ломоносова, 25, и Романа Куликова, 10, находился напротив 21-й школы. Там я до 30 лет прожила. И вроде как так счастлива была, что меня наконец-то не одарили, а я получала отдельную жилплощадь и уезжала из этой коммуналки. Кстати сказать, мы очень дружно жили в коммунальной квартире и до сих пор дружим с нашими соседями. Весёлая такая была, весёлая была жизнь в нашей коммуналке. И вот в 2011 году этот дом сносит. А потом в интернете начинают появляться сведения о том, что он имел историческую ценность, ну, после драки кулаками и махать. Обидно стало. Я написала стихотворение «Воспоминания о моём детстве». Сейчас я с вами поделюсь. В жизни ничего не повторится, но в обычной суматохе дни вдруг всплывают детские страницы из далёкой памяти моей. Милые, наивные немножко, часто мне понятные одной. Например, как у окна порожек, талою заполненной водой. В патефоне крутится пластинка, напевая старенький мать. С людьми макошком керосинка, как всегда, и милочка, как тут. И трещат дрова уютно в печке, в комнатах становится теплей. Часто гаснет свет, тогда уж свеч на стене создаст театр и нет. В ванночке плиткается стерлядка, что заезжий рыбачок привёз. По булыжной мостовой лошадка вновь везёт кого-то на полоску. И бумажных кукол мы с сестрою наряжаем в праздничных невест. Бабушкой неграмотной рукой ставят в документы робкий крест. Длинные полозья финских санок, красные на снежном серебре, и бельё с мороза с позоранок холодком напомнили о зиме. О зиме. Огромное такое украшение нашего двора. За окошком бегают трамваи, тополя чуть шелестят листвой. Мама очень-очень молодая, папа очень-очень молодой. Ничего уже не повторится. Не вернуть мне милых детских дней. Только в сердце хранится строитель тем далёкой память. Милых детских дней. Я могу ещё и выжить. Ещё минут. Бросим, бросим. Минут пять давайте ещё поговорим. Ещё чего-нибудь прочитать, да? Ну давайте. Тоже прочитать. А, я прочитаю вам любимое стихотворение моей дочери. Потому что в прошлый раз она сказала, что это мама про снеговичка-то. Это сказка, детская сказка. Ну, добрая сказка. Мальчишки бабу снежную слепили. Лепить красиво было просто лень. На голову ведро ей выгрузили. Зачем стараться? Это же Миши. Они её снежками закидали и вечером спокойно спать ушли. А баба горесть наморгала угольками и ручейками слёзы чёрными текли. Снеговичок, что живу неподалёку, брезгливо отвернул морковный нос, разочарованно и совсем вздохнул глубоко и скрылся сред скамеи и лёгий. А мама с дочкой вечерком, читая сказку, с укором посмотрели из окна, оделись быстро, взяли кисти, краски и вниз спустились, где была она. Всю ночь они над бабой колдовали, нарисовали брови и глаза, а губки подвели ярким, алым, а дочка косу снежную сплела, припорошили шубку подзолотой, а на косе засветилась звезда, была уже не баба, красотка, она приободрилась, расцвела, снеговичок, что жил неподалёку, подправил лихо свой морковный нос, и, чтоб заглавить прежнюю неловкость, серёжки из сосулек приподнялась. Во двор мальчишки утром прибежали, куда-то бился их бойцовский пыл, и даром люди говорили встали, что доброта и красота спасают. Ну, наверное, в завершение расскажу о москвитворении не про меня и, надеюсь, не про вас. Зима называется пессимистом. Зима, зима хрустит под каблучком, снежинки закружились в дивном танце, в такую пору классно с ветерком на лыжах или на санках покататься. Как весело во свет летит снежок, румянец на щеках или не ресницы, а он сидит, укутавшись в платок и греет ноги в тазике с горчицей. Ворчит, что надоели холода, сугробы, метели надоели. Сидит и ждёт, когда придёт весна. Так день за днём, неделю, деньгами. Весной ему капель мешает спать с утра и во дворе непроходимы лужи в июле жарко и кусает мошкара. Чуть осень напора, и он уже послушен. Опять горчится, тазик, теплоток, а время тикает неумолимо неумолимо и не возьмёт наш Горемыков толк, что эта жизнь его проходит мимо. Я хочу сказать, Татьяна Сергеевна, я хочу сказать, что эта книжка вышла благодаря этой женщине. Она просто сказала печатаем. Грина Николаевна взялась её отредактировать. И поэтому Татьяна Сергеевна скажите словечко какое-нибудь. Хорошо. Галина Николаевна мы знакомы очень давно, а с Людмилой Николаевной мы, конечно, встретились у нас в музее усадебной дома Екатерины Кирилловны Плотниковой на наших встречах. И Людмила Николаевна уже в конце нашей встречи очередной подошла к нам тихонечко и спросила может быть я вам когда-нибудь чем-нибудь пригожусь так скромненько. Ну обычно всегда люди когда к нам приходят они говорят я это умею я это умею я это знаю это могу поделиться. А тот первый раз человек пришёл к нам и очень скромно заявил о себе. Ну мы, конечно, были этому удивлены а потом Людмила Николаевна стала раскрываться каждый раз на новой встрече то стихотворение прочитает ту прозу и вы знаете у нас глаза стали раскрываться у сотрудников музея всё шире и шире человек просто как цветок как женщина история вы уже слышали здесь они настолько жизненные они с юмором любвеобильны вы знаете что действительно захотелось чтобы не только мы это услышали но и чтобы все ангеловородцы и гости нашего города тоже могли либо прочитать в книге либо встретиться и прийти послушать её навстречу поэтому Людмила Николаевна низкий вам покон что вы есть что вы нас радует своими стихами поэзией и праздник поэтому не будет потому что я хочу от всего сердца поблагодарить Любовь Никоновну за предоставленную возможность выступить перед вами и хочу подарить в библиотеке ну хотя бы парочку библиотеки кто-нибудь захочет почтить спасибо вам большое вам спасибо Людмила Николаевна но мы тоже приготовили Людмиле Николаевне и всем вам в день города по старинному праздник у нас сегодня в гостях артисты у нас сегодня Людмила Николаевна ищите себе хорошее местечко вот у нас сегодня артист Степаненко в гостях у нас в городе уже довольно извест известно трио Степаненко Анна Иван и Ярослав но поскольку Анна у нас актриса государственного северного русского народного хора артистка артистка вот то у нас сегодня выступает дуэт достаточно уже известный и полюбившийся зрителям спасибо большое неприятно сегодня здесь быть познакомиться с Юдмилой Николаевной потому что творческий человек и это не побоюсь 18-летняя девчонка в душе да заряжает нас молодежь такой энергией я не знаю откуда вы его черпаете но вам низкие поклоны спасибо что вы пишите такие прекрасные произведения с удовольствием послушались сегодня долгих вам лет живите и радуйте жители двора архангельского вот а мы давайте знакомимся мы семья Степаненко как вы уже сказали да у нас есть душа нашей семьи это Анна но она к сожалению на концертах поэтому мы отдуваемся вдвоем ярослава она единственный человек кто занимается профессиональным вокалом я хореограф я танцевал в свое время пусть у нас в северном хоре профессионал танцор ярослав он продолжает эту стезю также танцует в малом северном хоре занимается бальными танцами и с 17-го года я стал заниматься творчеством до этого видимо все что-то копилось а с 17-го года я начал выражать все в строки и с прошлого года мы начали опять же по предложению супруги мы начали делиться с ним творчеством с людьми которые нас окружают первый концерт он состоялся на Киострове мы там впервые тоже отдыхали хотя я родом с Плесецкого района Аня у меня Анижанка а сын у нас Архангелогородец но можно сказать что мы Архангелогородцы потому что я уже в следующем году будет 20 лет живу в городе Архангельск то есть я считаю его родным здесь много связывают с этим городом вот наше творчество мое оно простое как и наверное у Людмилы Николаевны оно такое житейское свойское потому что оно о севере о любви о семье о каких-то принципах ценностях и о том что мы по исходу своей жизни часто забываем какие-то ценности вот оно об этом и долго мы не будем говорить давайте приступим к творчеству и первую песню мы хотим исполнить об одном волшебном месте я его так называю потому что кто-то в этом месте родился кто-то там вырос кто-то туда приезжает в гости к бабушке погостить о каком месте идет речь месяц нет о деревне конечно деревне все живые можно сказать выросли там а я в своем детстве еще родился уже в конце 80-х годов сказать но деревню я посещал на Онеге у нас на реке деревни стоят вдоль реки я помню мальчик маленький бегал купался когда на речку это было настолько здорово и вот это сохранилось в памяти да и мы сейчас в Онегу ездим или в Плюсевский район ездим навещаем всегда стараемся в какую-то деревню заехать потому что там какой-то особый мир он остался искренний чистый по-свойски родной и самое что у вас запоминается вспоминается что даже в деревне очень была вера ко всему и всем все друг друга знали и самые недоверчивые всегда метелочку ставили у двери и уходили да можно было всегда зайти в любой дом постучали в калитку никто не отвечает ну и ушел то есть все друг друга знали и как-то там все было по-родному и вот об этом месте написана наша песня мы сейчас ее с Ярославом исполним называется Верения 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 Не забывай жизнь, как и время олени. Ох, как время олени быстро. Мы часто ценим, что не наше, Не забываем о своем. Даем советы, как жить краше, А сами в гости живем. Но свою совесть не обманешь, И от себя, сколь не беги, Со временем мудлее станешь. Вот только время береги. Сколько в небо зло я верю, Силы добра и что любой победит. Смело любви мечтай, да только Не забывай жизнь, как и время летит. Ох, как время летит быстро. Смело любви мечтай, да только Не забывай жизнь, как и время летит. Ох, как время летит быстро. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смело любви, любви свою жизнь. И все-таки, да, не оглядываться назад, Ати вперед, смело шагать по жизни. Но не забывать о том, что время все-таки, Оно у нас, его не остановить, Оно у нас идет. И давайте наслаждаться вот этими моментами, Ценностями жизни и времени. И в заключение нашего такого маленького концерта Хотим еще раз сказать всем большое спасибо, Игорь Николаевич, отдельное спасибо за ваше творчество. Также мы приглашаем вас ознакомиться больше с нашим творчеством. У нас есть творческая группа ВКонтакте, Называется творчество Ивана и Ивана Степаненко. Периодически мы где-то даем концерты, Вот так, в библиотеках города Архангельс. Так что, если где-то увидите, посещайте, Будем всегда вам рады. И, конечно, в городе Архангельском, Как я говорил, много связано уже. Здесь я познакомился с супругой своей. Ну, здесь я занимался, начал заниматься творчеством. Колледж культуры закончил, Северный хор дальше был, танцевал. Дальше встретил супругу, Уже в будущем я родился ребенок. И вот сейчас занимаемся своим творчеством Уже в городе Архангельс, да, Так сказать, на вольных хлебах. Вот. И о городе Архангельском Мы тоже написали песню. Вот у нас их есть несколько, Но вот эту песню почему-то, Она была одна из первых самых песен, Написанных в 23-м году я ее написал. Ее вот она два года подряд На дне города звучала В исполнении артистов АГКЦ. Ребята исполняют ее в своей аранжеронке уже. Вот. И мы очень рады этому Отдали песню, Пусть она живет В творческой среде. А сейчас мы вам, безусловно, Милос Ярославль, город Архангельс. Припев простой, Так что можно тоже подпевать. В давний времен Архангельс Берет свое начало С шестнадцатого века Имя его зазвучало По царскому лугам На берегу луну Бунзоложен камень Гостиной дворной разве Сегодня мой Архангельс Столица Беломорья От моста и до мостарский Кинулась его в подворье С кулевой версты Начинается моя столица Велком в Архангельс Гости принцу нет границ Здесь любой поможет Да ведет куда нам надо По кольцу в семь шесть гляня Это от рассвета до заката Снабережно Можно насладиться видами длинной Широкие просторы Красота ночной и лунной Ночи белой В июне Гулялки там упадут Личной вокзал, театр, карусели Все как надо Вам открывает двери Поморская столица Это город праздника Давайте веселиться Город Архангельс Белое море Город Архангельс Столица Поморья Добрый год Светлые взгляды Ближе Архангельс Будет все как надо Город Архангельс Белое море Город Архангельс Столица Поморья Добрый год Светлые взгляды Ближе Архангельс Будет все как надо Здесь красивые места Замечательные люди после малых карет Эмоций кропят С высотки, главное, рома города Как на романе Эй, хочешь прыгать в суббарки на аттракционе? Всегда в почете культура северного края Северная песня Здесь видеть не золотая девушки Арканки вскодержные и милые Я согласен с Аллой, северянки Самые красивые городские улицы Сложно маберинты прошлого Культурная столица Ничего не прошлого здесь умеют любить Так же, как и ненавидеть По морю грех, где ненавидеть Словом не обидеть наш город славит Древесиной, алмазами, рыбным промыслом Зодчеством, козырями разными Это море, город, на душе уговорю Арканки всклайв, лай Арканки всклайв, я люблю город Арканки Белое море, город Арканки Столится по морю, я добрый лёд Светлый, твятый, прижавый Арканки будет всё как надо Город Арканки Белое море, город Арканки Столица по морю, я добрый лёд Светлый взгляд Приезжай в Арканки Будет всё как надо Эй! Приезжай в Арканки Будет всё как надо Приезжай в Арканки Будет всё как надо Белое спасибо Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...